Простите, что-то связь с сервером прерывается. Надеюсь, что сейчас все наладится. Очень приятно видеть заинтересованную аудиторию на нашем очередном вебинаре. Сегодня мы поговорим о функционале и контенте электронно-библиотечной системы Библиошкола. Этот школьный портал разработан и поддерживается нашим издательством Директ Медиа. Библиошкола – это образовательный ресурс, предоставляющий доступ к методической, учебной и познавательной литературе в режиме онлайн-чтения. Он предназначен прежде всего для средних школ, но есть полезные разделы и для дошкольных учреждений, и для родителей, конечно. Ресурсы Библиошколы могут использоваться как на учебных занятиях, так и для самостоятельных учебных и досуговых занятий школьников. Замечательно, если вы сейчас параллельно с моим рассказом можете открыть наш сайт, его адрес вы видите на слайде вверху, BiblioSchool.ru, и одновременно с моим рассказом можете попробовать его осваивать. Соответственно, у вас появятся вопросы, которые вы можете в живом режиме сразу задать. Я постараюсь на них ответить. Ваши вопросы очень важны для нас, потому что могут повлиять на состав правил использования, то есть инструкции, которая размещена на нижней оранжевой панели нашего сайта. Итак, сейчас перед вами главная страница Библиошколы. Ее цель – показать разнообразие возможностей школьного портала и его состав. Здесь вы сразу видите, что в Библиошколе имеется и методическая литература, это слева желтый квадрат, полка учителя, и учебники, и книги для внеклассной работы, и дополнительного образования, аудиокниги и так далее. Таким образом, наша библиотека имеет три вектора направленности. Прежде всего, она предназначена для учеников начальной и средней школы, школьных учителей и педагогов дополнительного образования и родителей. Также у нас есть блок литературы и методической, и детской для дошкольников и воспитателей. В этот блок входит примерно 700 книг. Я обращаю на это ваше внимание, потому что, скажем, логопедическая литература или книги по внеклассной работе для досуга, они актуальны как для дошкольников, так и для учеников младших классов. Итак, охват аудитории на школьном портале достаточно широкий. Мы стараемся согласовать все интересы всех вот этих названных групп нашей аудитории. На этом слайде вы видите количественные показатели контента библиошколы. В библиошколе находится около 15 тысяч книг. Это издания методической, учебной, научной и познавательной литературы. У нас имеются иллюстрации и карты, тоже достаточно большая база, около 10 тысяч таких иллюстративного материала. Есть нотные издания, около 3400 произведений для трех музыкальных инструментов. У нас есть аудиокниги, более 2,5 тысяч таких книг. И этот раздел тоже пополняется. Есть школьные тренажеры и тесты. Вот об этом контенте мы тоже сегодня постараемся поговорить, хотя бы кратко я характеризую. Контент библиошколы можно использовать и в школе, и дома, то есть на разных видах устройства, без каких-либо ограничений во времени и пространстве. Имея логин и пароль, вы можете заходить с любого компьютера на сайт, и ваши данные введенные, цитатники, закладки, избранные, все это будет, конечно, сохраняться. Следующий вопрос, который всегда нам задают на вебинаре, это как подключиться к нашему порталу. В нижнем меню имеется специальная справка «Правила использования». И здесь вот на слайде вы видите первый пункт, это правила подключения к библиошколе. И ссылки, соответствующие для юридических лиц и для физических лиц. То есть к нам может подключиться как организация, например, это публичная детская библиотека или школа, так и физические лица, то есть, например, родители или школьники через родителей, то есть отдельные лица. Если вы юридическое лицо, если это организация, по ссылке вы проходите на специальную страницу, которую следует заполнить, и все эти данные поступают к нашему менеджеру, который с вами обязательно свяжется. Юридическим лицам для ознакомления с нашим ресурсом мы предлагаем воспользоваться бесплатным тестовым доступом сроком на один месяц. Срок достаточно большой, за месяц можно походить по библиотеке, освоиться, посмотреть контент, функционал и уже затем принять решение о подключении. Для физических лиц также есть отдельная страница, где можно оформить, оплатить подписку. Раньше мы приглашали для оплаты физических лиц в наш интернет-магазин, что было неудобно, нужно было переходить на другой сайт. То сейчас у нас организована страница подписки прямо здесь же, в библиошколе. Время от времени мы проводим акции. Вот, например, в октябре у нас была акция «Дни учителя». Подписка к библиошколе продавалась с большой скидкой. Годовая подписка была всего за 900 рублей. Мы стараемся оповещать через нашу массовую рассылку о таких интересных акциях. И теперь мы перейдем уже непосредственно к характеристике нашей библиошколы. Как вы знаете, контент любой электронной библиотечной системы имеет неизменяемое, скажем так, ядро книжных хранилища. Это наша классика, как гуманитарная, так и естественно научная. Мы являемся издателями и правообладателями этих книг. Эта часть книг представляет собой большую часть библиотеки, и она всегда будет доступна. Также есть меньшая часть контента. Она с определенной скоростью такая меняющаяся, такая текущая, но она опять же может быть зафиксирована. Это книги других издательств. Мы работаем широким кругом современных российских издательств. Вот вы видите на слайде наших партнеров. Это и Белый город, и Витапресс, Владос, Когита-центр, Лаборатория знаний, Русское слово, Феникс, Флинта, Росмен, Спорт и многие другие издательства. Все издания в нашей библиошколе представлены на основе договоров с правообладателями на использование этих материалов. Наши договора пролонгируются. И здесь есть такой важный нюанс. В отличие от многих других электронно-библиотечных систем, мы в библиошколе имеем большое преимущество, о котором я хочу особо сказать, и чтобы вы имели его в виду. Дело в том, что когда вы подписываетесь к библиошколе, вы имеете определенный набор книг, в том числе других чужих издательств. И если по договору эти книги, например, заканчивается срок их доступности, причем это может быть связано не только именно непосредственно с нами, с договором с нашей организацией, но ведь и сами издательства, которые вы видите на слайде, они тоже имеют свои договора с авторами произведений, там тоже могут заканчиваться авторские права. То есть это вроде бы такая, ну, как сказать, естественная текущая ситуация. Но в нашей электронно-библиотечной системе мы делаем ставку на вот такой очень важный пункт, что если вы подписывались, и книги данного издательства были вам доступны, то даже если у нас закончился договор с этим издательством, лично для вашей организации или для вас, если это физическое лицо, эти книги будут доступны вплоть до конца вашей подписки. Вот такой пункт мы прописываем в договорах с издательствами и считаем это нашим очень большим преимуществом по сравнению с другими электронно-библиотечными системами. Потому что у некоторых из них, может быть, вы видели, или часто прямо возле книги, да, на странице описания книги указывается срок, до которого эта книга доступна, да, и вот вы должны там отслеживать, смотреть, так сказать, лишние критерии для взвешивания подключаться или нет, то у нас вот такое вот важное преимущество. То есть пока ваша подписка оплачена, вам будет открыть доступ именно к книгам всех издательств, которые были доступны на момент подключения. Как вы можете ознакомиться с книгами интересующих вас издательств? Прежде всего вы можете воспользоваться расширенным поиском, который находится вверху на всех страницах сайта, или же обратиться к нашему сервису издательская галерея. Это верхнее меню, справа такая верхняя голубая кнопка издательства. При наведении мышкой на эту кнопку выпадает список. Все издательства, да, издательские коллекции, топ-издательства. Топ-издательства – это те издательства, сотрудничество с которыми мы особенно ценим. Вот как раз перед вами страничка таких топ-издательств. И здесь вы видите, что сразу справа имеются кнопки. Вы можете скачать список книг, доступных на нашем сайте, книг именно этого издательства. Ну и дальше мы с вами перейдем к разговору непосредственно о книгах, а затем о других видах контента в нашей библиошколе. И, естественно, параллельно я буду рассказывать и о функционале, то есть как пользоваться наиболее оптимально и удобно, чтобы вам было. Как быстрее всего сориентироваться на сайте? Как найти нужную книгу? Первый шаг – это вы можете обратиться к нашему каталогу. Это слева фиолетовая кнопка, достаточно яркая, каталог. При наведении мышкой выпадает список с дисциплинами, с теми или иными областями знаний, и вы можете выбрать любой раздел. И тем самым вы перейдете с главной страницы сайта уже непосредственно, так сказать, в рабочее поле нашей библиотеки. Слева всегда вам будет сопутствовать каталог. И второй способ найти нужную книгу или нужного автора, тем более, если вы знаете конкретное название или конкретную фамилию, то, конечно, удобно воспользоваться расширенным поиском. Вот наша форма расширенного поиска. Здесь имеется несколько полей, то есть здесь реализована возможность выбора. Вы начнете набирать первые буквы фамилии или издательства, и, соответственно, будут выпадать списки, где вы должны выбрать нужное вам издательство или фамилию автора. Чтобы сузить поиск по году издания, это тоже возможно, вы видите справа такое поле, нужно двигать вот эти оранжевые такие движки, кнопочки. Например, вам нужно посмотреть литературу за последние пять лет. Соответственно, левую кнопочку, левый движок вы вправо двигаете и фиксируете на нужной дате. И тогда в поиске появится только литература за определенный период, временной период. Функционал расширенного поиска также дублирует две кнопки на верхнем меню. Это зеленая кнопка «Предметы» и рядом синяя кнопка «Классы». Предметы. При наведении мышкой выпадает список школьных предметов. И нажимая на любой, там биология, география, перед вами появятся книги именно по этому предмету. Это прежде всего будут учебные жанры, то есть учебники, пособия, рабочие тетради, хрестоматии, а также научная, научно-популярная литература. То есть то, что сейчас относит к нон-фикшен, к нехудожественной. Правда, особенно в начальной школе могут также здесь подгружаться некоторые художественные произведения. Это связано с тем, что они входят в школьную хрестоматию. Особый раздел, который создан тоже у нас на сайте. Я о нем отдельно обязательно расскажу. И там на странице предметов вы также можете выбрать такие три больших периода. Начальная школа, пятый и восьмые классы и девятый и одиннадцатый классы. Соответственно, чтобы отсеять, посмотреть, какие предметы по тому иному предмету, какие книги, извините, по этому предмету для данных классов. Если вы переходите на страницу класса, то там вы выбираете конкретный класс, например, шестой класс. И там появятся все книги именно для этого класса, но по всем предметам. Соответственно, это кнопки, которые просто вам будут удобны. Нас спросили о таком функционале наши пользователи. Ну, конечно, чем точнее и нужно вам сделать какую-то выборку, то, конечно, удобнее воспользоваться расширенным поиском. Дальше мы переходим на страницу описания книги. Она перед вами. Под обложкой книги вы видите три вкладки. Это аннотация, содержание, библиографическое описание. Ну, аннотация, понятно, дается характеристика данной книги или произведения. Содержание. Здесь у нас оно интерактивное, то есть страницы той или иной главы, части произведения, они активны. Если вы нажмете на них, то попадете сразу на, например, там, 50-ю страницу, где начинается, например, определенная глава, которая вам нужна. То есть оно интерактивное. И библиографическое описание. Оно очень удобно при составлении конспектов, докладов и других работ. Вы можете его скопировать и сразу поместить в вашу научную работу. И вот еще одно важное нововведение, которое было реализовано в этом году в библиошколе. Это нововведение стало обязательным уже. И должно присутствовать этот функционал в любой электронной библиотечной системе. Это активный возрастной ценз. Конечно, и раньше, уже очень давно у нас в библиотеке книги имели такую отметку, информацию о возрастном ограничении. Вот, например, как «Война и мир» 16+. Но раньше это было просто сведение об этой книге. В принципе, любой человек любого возраста мог открыть эту книгу все равно. Сейчас же реализован такой функционал, который именно регулирует доступ книг по возрасту читателя. То есть, если возраст читателя, указанный в его карточке, не соответствует возрастному цензу книжного издания, то оно не будет ему доступно в режиме чтения. И такой читатель, вот вы видите на слайде, увидит рядом с книгой пояснение. Книга недоступна по возрастному ограничению. То есть, кнопки читать, ярко-зеленые кнопки, здесь он не увидит. Ну, вот я на слайде сделала скрин из пользователя девочки Дарьи Петровой. Вот ее справа на сером фоне, ее сведения из личного кабинета, что она год рождения 2007, то есть ей нет 16 лет, соответственно, книга будет ей недоступна по возрастному ограничению. То есть, теперь этот функционал представляет собой не просто общие сведения, написанные справа в сведениях о книге, а это именно уже настоящий функционал, регулирующий доступ книг по возрасту читателей. Ну и тем самым, конечно, повышается ответственность библиотекарей и учителей, то есть тех, кто заполняет карточки учеников. То есть, важно в карточке заполнить возраст тех учеников, которым дан доступ в библиошколу. Только в этом случае, конечно, этот функционал будет работать. И здесь уже зависит от вас. Вы можете либо сами в карточке заполнить. Вот это контактное лицо, ну, как правило, это библиотекарь, как мы его называем, корневой пользователь. Он имеет возможность войти в любой личный кабинет своих пользователей. Поэтому он как раз может вносить такие сведения. Либо нам передавать сведения, соответствующие фамилии учеников, сразу с их возрастом. Тогда такая у нас программисты могут сделать массовую загрузку, и эти сведения сразу попадут в карточку ученика. То есть здесь, пожалуйста, вы можете пользоваться и нашей помощью, нашими услугами. Итак, переходим к следующему сервису. Ну да, вот я вижу вопрос в чате. Ну что тут скажешь? Вот проблема такая есть. Но есть закон, которому мы как МСБС должны соответствовать. То есть если книга не должна быть доступна по возрастному ограничению, мы обязаны реализовать такой функционал. Понимаете? То есть мы со своей стороны обязаны его предоставить. И он у нас сейчас реализован. Конечно, но здесь-то, наверное, может помочь, опять же, библиотекарь, который может на какой-то период, может быть, поправить полгода дату рождения. Не знаю, здесь, возможно, наверное, разные варианты решения этой проблемы. Но функционал будет срабатывать четко, вплоть до месяца и дня. Это так. Итак, следующий наш сервис авторы. У нас тоже в верхнем меню вы видите кнопку слева вверху, такая голубая кнопка «Авторы». При наведении на нее мышкой выпадает список «Все авторы писатели классики», «Именитые авторы», «Авторы директ-медиа». Вот три последние строки этого меню. Это разделы нашего улучшенного специализированного сервиса «Авторы». Ну вот мы сейчас по порядку, в общем-то, посмотрим. Если вы перейдете, просто нажмете на «Все авторы», вы попадете на достаточно стандартную страницу, которая есть, наверное, в любой библиотеке. Это алфавитный список всех авторов. Выбирая буквы, вы будете перемещаться по списку авторов и выберете необходимую фамилию. Ну и здесь вы видите справа тоже имеется кнопка «Именитые ученые и писатели». Вот она тоже помогает перейти в наш улучшенный специализированный сервис. Вот мы сейчас его посетим. Итак, вот мы зашли с вами в раздел «Писатели классики». Ну, наверное, сначала я скажу несколько слов о пользе и смысле этого сервиса. Дело в том, что книжные хранилища библиошколы содержат произведения более 20 тысяч авторов. И для того, чтобы наши юные читатели могли быстро и легко ориентироваться в перечне имен, редакторы библиошколы выделили более полутора тысяч фамилий, выдающихся ученых, писателей, деятелей культуры, как отечественных, так и зарубежных. Этот золотой список нашего культурного достояния объединил и классиков, завоевавших мировое признание, и современных авторов, успешно пишущих на актуальные темы. В принципе, этих авторов вы можете увидеть и в общем алфавитном списке. Вот я вернусь к предыдущему слайду. Вы видите здесь жирным выделены фамилии Аристотель, Аристофан, то есть вот таких известных людей. Ну, или вот лучше обратиться, конечно, к специальному сервису. «Писатели классики» – это признанные мастера словесного искусства. Здесь пять разделов немного. Это античные писатели, зарубежные писатели, российские, детские отдельный раздел и филологи. Следующий раздел – «Деятели науки и культуры». Здесь уже список дисциплин гораздо больше. Здесь и математика, физика, химия, история России, педагогика, психология. То есть здесь включены фамилии, имена известных учёных. Также вы видите вверху искусства. Здесь представлены имена художников, оставивших нам литературное наследие. Это могут быть мемуары, теоретические работы, стихотворения. И последний раздел – это авторы нашего издательства, издательство «Директ-медиа». Это авторы, с которыми мы сотрудничаем, мы издаём их труды. И, конечно, ещё важный критерий, что их книги пользуются успехом у читателей. Также вы видите слева здесь достаточно обширный список дисциплин и, соответственно, тех известных людей, с которыми мы сотрудничаем. Когда вы нажимаете на фамилию этого автора или на его фотографию, вы переходите на страницу, на персональную страницу этого знаменитого автора. И здесь читатель может найти подробную информацию о нём. Обязательно будет представлена фотография или портрет, обозначены даты жизни и представлены биографические сведения из энциклопедий и справочников. Ниже также представлен обширный библиографический список трудов. Чуть ниже – перечень произведений, доступных на нашем портале. Вот вы видите вверху ссылки, да, и чуть ниже – обложки книг. То есть либо вверху по ссылке, либо нажимаем на обложку книги. Мы сразу из карточки писателя можем перейти к чтению его произведений. Помимо основной статьи об авторе, которую вы можете здесь прочитать, даны также ссылки на дополнительную информацию об авторе. На слайде это справа внизу. Это статьи из многочисленных справочных изданий, таких как «Литературная энциклопедия в 11 томах», «Биографический энциклопедический словарь», «Малый академический словарь», «Советско-историческая энциклопедия» и многие другие справочные издания. И нажав на эти ссылки, вы попадете не просто на страницу этой энциклопедии, а на страницу уже именно этого автора в этой энциклопедии. Таким образом, благодаря сервису «Именитые ученые и писатели» вы можете быстро найти исчерпывающую информацию о выбранной выдающейся личности и познакомиться с его трудами, которые представлены у нас на сайте. Мы, конечно, ставим перед собой достаточно амбициозную задачу. Мы хотим, чтобы все произведения этих именитых авторов постепенно все-таки появились у нас в библиотеке. То есть, в принципе, добиться действительно настоящих собраний сочинений этих выдающихся людей. Когда мы с вами находимся на странице описания книги, вы, наверное, заметили еще на первом слайде, возле фамилии такая небольшая кнопочка «Золотое перо», как мы его называем. Вот как раз это «Золотое перо» и является признаком, отличительным знаком вот таких именитых авторов. Это «Золотое перо» сопровождает их фамилии на всех страницах сайта. Если со страницы описания книги вы нажмете на фамилию писателя, в данном случае писателя у нас, то вы попадете сразу на страницу этого автора в нашем сервисе «Именитый автор», который мы сейчас с вами смотрели. Если вы нажмете на «Золотое перо», то откроется страница каталога этого сервиса «Именитых ученых и писателей», а именно тот раздел, куда включен данный автор. на многих книгах, которые размещены на нашем сайте, также вы можете видеть справа вверху на обложке яркую иконку, такой вот кружочек, и внутри монитор с наушниками. Если этот знак присутствует, то он тоже будет всегда на обложке данной книги. Этот знак означает, что к этой книге имеются дополнительные материалы, которые сопровождают и помогают изучением данного произведения. Вот внизу на слайде в зеленом прямоугольнике как раз выделен этот функционал, дополнительные материалы к этой книге. Мы рекомендуем, вот вы видите вкладки, книги, аудиокниги, карты, книги, то есть это книги, которые мы рекомендуем читать дополнительно к выбранной. При знакомстве с книгой в библиошколе читатель имеет возможность обогатить восприятие письменного текста. Книгу сопровождает яркий иллюстративный ряд. Это портреты писателя, репродукции картин и книжной графики выдающихся художников, посвященных этому произведению, фотографии театральных постановок и кадры из фильмов, если были экранизации этого произведения. При нажатии на любую фотографию, на любую иллюстрацию, она увеличивается, открывается специальная программка просмотра щекл, и вы можете уже видеть эту фотографию в большом разрешении. Также там же представлены видеофрагменты из фильмов и театральных постановок. Это небольшие фрагменты, буквально несколько минут, но, как правило, такие самые интересные, яркие. Также здесь могут быть и PDF-файлы, файлы, которые содержат краткие пересказы произведений. Также мы рекомендуем, как я уже говорила, книги, например, рассказывающие об эпохе или персоналях выдающихся людей, о которых говорится в этой книге. Например, к произведению Льва Николаевича Толстого «Война о мир» мы рекомендуем дополнительные книги, в которых будут рассказываться о Кутузове, об Александре I времени и его правлении. Также аудиокниги, которые представляют это произведение в живом исполнении известных актеров и чтецов. То есть помимо чтения вы можете также и послушать эти книги. У нас очень много аудиокниг. И еще один функционал, который тоже присутствует возле многих. А, здесь на слайде уже. Так. А, ну, собственно, здесь на слайде вот есть над аудиокнигами, да, фильмография. Фильмография. Здесь подробно описываются все экранизации этой книги. То есть если вы нажмете на эту ссылочку, то перед вами откроется достаточно длинный большой текст, где будет рассказываться обо всех экранизациях, как отечественных, так и зарубежных, сушленных по этому произведению. Таким образом, литературное произведение предстает в современной инновационной форме, как система электронных форматов, где есть ядро, текст произведения и его ассоциативное окружение, иллюстрации, аудиоверсии, видеоресурсы и так далее. Так общение с книгой будет более плодотворным, интересным и познавательным. Почему мы пришли к необходимости такого функционала? Дело в том, что у нас на сайте имеются отдельные сервисы, такие как аудиокниги, карты. Вот как раз сейчас перед вами на слайде представлены несколько карт, которые мы предлагаем для просмотра при чтении произведения Льва Николаевича «Война и мир». То есть здесь читатель может познакомиться с местом, где происходят события, отследить ход, может быть, боевых действий, сражений и так далее. То есть более вживую карта поможет ему все это представить. Наш сервис карты содержит более шести тысяч учебных карт, так же, как и каталог аудиокниг достаточно большой. Но для многих, для большинства юных читателей все эти разделы существуют как-то сами по себе, несколько разрозненно. И поэтому мы решили объединить наши разнообразные ресурсы, представленные в библиошколе, сразу на странице книги и сделать максимально удобной навигацию и так помочь нашим читателям. Еще один раздел в каталоге, о котором хочется отдельно сказать. Слева вы можете его найти на оранжевом поле, оранжевый каталог наш. В разделе «Художественная литература», если вы нажмете, там появится подраздел «Школьная хрестоматия по литературе». Вот в основном как раз именно здесь и представлены книги с дополнительными материалами, о которых мы с вами сейчас говорили. Там есть свои подразделы для младшей школы, для пятых-девятых классов и десятых-одиннадцатых классов. Почему возникла необходимость организации такого раздела отдельного? Ведь у нас есть разделы, вы можете увидеть, да, и русская литература, там зарубежная литература, отдельно поэзия, блок в каталоге. Но дело в том, что если в этих мегаразделах, там русская литература, например, мы стремимся представить все собрание сочинений, там могут быть достаточно большие объемные файлы, то здесь в христоматии были отобраны именно те произведения, которые изучаются в школе. Они входят либо в состав обязательной программы, либо предлагаются для внеклассного чтения. И, соответственно, мы выбрали эти произведения. Здесь файлы небольшие, все открывается достаточно быстро и легче найти, конечно. Также обратите внимание, что именно в этом разделе имеется свой собственный поиск. Поиск внутри этого раздела, не по всей библиотеке, а именно внутри раздела. Опять же, чтобы быстро можно было найти необходимое произведение. Также у нас в библиошколе представлены периодические издания. Это еще один раздел в левом оранжевом каталоге меню. На страницах школьного портала представлено более 50 наименований периодических изданий по широкому кругу проблем образования и воспитания. База журналов постоянно пополняется как свежими номерами, так и новыми изданиями. Среди издательств, сотрудничающих с библиошколой, это школьная пресса, русская школьная библиотечная ассоциация, эксперт наука, издательство университетов. Известно, что в современном мире преобладает тенденция высокой востребованности именно периодических изданий по сравнению с иными жанрами научной и специализированной литературы. Время у нас уплотняется. Читать большие монографии, может быть, уже не всегда мы находим время, но как раз журналы дают нам возможность прочитать и свежие новости, и познакомиться с какими-то профессиональными инновациями. Здесь даются емкие аналитические эссе, рецензии, представлены тематические дискуссии, и поэтому журналы сейчас пользуются даже большим спросом, чем, собственно, научная литература. В библиошколе представлены как предметные журналы, такие как биология в школе, преподавание истории, общество знания в школе, математика для школьников, филологический класс, химия для школьников и другие. Также представлены и издания общепедагогического направления, это школьная библиотека, психология и обучение, дефектология, дошкольник, воспитание и обучение детей с нарушениями развития и многие другие журналы. Теперь мы познакомимся с режимом чтения книги. Если вы зарегистрированы, авторизованы на сайте, если книга вам доступна по возрасту, то под обложкой книги вы увидите большую зеленую кнопку «Читать». Также под ней такой плюсик «Избранное». То есть если вы его нажмете на этот плюсик или на слова «В избранное», то эта книга попадет в ваш личный кабинет, в соответствующую вкладку «Избранное». Например, вы книгу эту будете читать в ближайшие 2-3 недели. Значит, чтобы вам лишний раз не искать по каталогу или не искать ее через поиск, вы можете зайти в ваш личный кабинет и во вкладке, нажав на обложку книги, можете сразу перейти к чтению данного произведения. Вот пример этого сервиса «Избранные книги». То есть он просто облегчает переход к нужной книге. Итак, перед вами слайд, где представлен режим чтения книги. Слева – оранжевый блок. Здесь представлены отзывы о книге, если таковые кто-то оставлял на сайте. Далее – информация о книге общая. Закладки, цитатник и каталог. То есть зарегистрированный, авторизованный пользователь может делать закладки в книгах, давать им название, будь то номера страниц или же тема какая-то, которая вас заинтересовала. Эти закладки будут привязаны к этой книге, будут храниться в вашем личном кабинете, тоже в специальном сервисе, который так и называется – закладки. И вы всегда сможете перейти из своего личного кабинета по закладке на нужную страницу в той или иной книге. Также авторизованный пользователь может составлять свой цитатник. Например, вам понравился какой-то фрагмент книги, какая-то мудрая мысль или что-то необходимое для вашего конспекта. Вы можете выделить, скопировать, разместить в цитатник. Можно составлять разные цитатники, например, по разным предметам. Все эти цитатники также будут храниться в вашем личном кабинете. Более того, из личного кабинета вы можете его скачать на свой рабочий стол, ну и уже дальше пользоваться по своему усмотрению. И на сайте вы можете что-то изменять в вашем цитатнике. То есть это такой гибкий достаточно инструмент, очень интересный, удобный, которым вы можете пользоваться при работе с книгой. Теперь подробнее посмотрим верхнюю панель режима чтения. Вот здесь она дана покрупнее на слайде. Слева вы видите поиск по книге. И этот поиск будет осуществляться именно по данной книге. То есть не по всей библиотеке, только по этой книге. Если искомое слово встретилось, то вы видите, появляются номера страниц, вы можете перейти и прочитать. Дальше идут кнопочки листания. И правее инструменты масштабирования, то есть увеличиваем, уменьшаем текст. И еще правее, обратите, пожалуйста, внимание, вы можете распечатать какой-то фрагмент книги. Конечно, копируется небольшой фрагмент, потому что действует закон охраны авторского права. Вы можете скопировать не более 10% книги и распечатать. А вот еще одна кнопочка тоже очень интересная. Она левее кнопки распечатать. Вот я на слайде выделила красным квадратиком эту кнопку, такой прямоугольничек серый. Тоже она очень удобная. Если вы подведете мышкой, то появится надпись, поясняющая эту кнопку. Скрыть, показать текст страницы. Дело в том, что далеко не каждый PDF-файл дает возможность скопировать текст. Можно даже сказать, что большинство не даст этого сделать, конечно. Но нажав на эту кнопку, как бы поверх страницы книги появляется еще такой листик, ну, как бы блокнот, такой очень простой, где появляется текст этой страницы. Он, правда, появляется не отформатированный, но как раз с него удобно копировать. И вот как раз вы можете отсюда скопировать текст и поместить, например, в ваш цитатник и, соответственно, делать конспект книги, выписывать какие-то нужные фрагменты. Повторное нажатие на эту кнопку убирает эту страничку. Вот. Тоже очень такой вот удобный функционал. Ну, вот, собственно, основное, что касается режима чтения книги. Теперь мы перейдем к нашим обучающим мультимедиа, представленным в библиошколе. Опять же, вы можете сориентироваться. Это верхнее меню. Справа такая бордовая, там, малиновая кнопка. Так и называется. Обучающие мультимедиа. Мышкой наводите, там выпадающий список. Вот поговорим об наших аудиокнигах. Наш аудиокаталог содержит около двух с половиной тысяч аудиокниг. Это как художественная, мемуарная, познавательная, учебная литература. Также и радиожурналы, книги на иностранных языках, музыкальные сказки, спектакли, занимательные программы для детей. При обучении и развитии детей важно давать возможность им слушать живой голос и эмоциональный рассказ, помочь им прикоснуться к правильной русской речи. Профессиональное чтение известных актеров и чтецов, четкая речь, неспешный темп, богатство интенсионных красок сделают прослушивание аудиокниг запоминающейся и приятной формой обучения и полезным досугам. У нас в этом разделе представлены и как, собственно, книги, где вы можете прослушать целые произведения, так и, собственно, музыкальные произведения. Вот, например, серия «История музыки в шедеврах». Она может быть интересна как для юных слушателей, так и для взрослых. Может быть использована на уроках в обычной и специализированной школе. В этом разделе около 350 произведений музыкальной классики. Здесь в качественной записи вы сможете послушать арии, дуэты, романсы, вальсы, мазурки любимых композиторов. Глинки, Мусоргского, Рахманинова, Стравинского, Паганини, Штрауса и многих других. Внутри каждого раздела, обучающих мультимедиа, есть свой собственный каталог. Также он есть и в аудиокнигах. И там вот эта, скажем, серия, как и другие, представлена тоже в своих тематических блоках. То есть, например, зайдя вот в эту серию «История музыки в шедеврах», вы можете увидеть такие блоки, как русская духовная музыка, русский романс, испанская музыка, итальянская опера, классическая оперета, органная музыка. И так далее. То есть, аудиокаталог достаточно большой, обширный. Визуальный материал о картах мы уже с вами говорили. Я просто еще раз подчеркну, что внутри карты тоже есть собственный каталог, который помогает сориентироваться. Атласы старинные. Действительно, мы выделили такой раздел внутри карты. Это очень красивые, прекрасно сохранившиеся издания. Чем интересны старинные атласы? Они, помимо, собственно, карты, как правило, содержат еще иллюстрации, то есть картины тех мест, например, городов, если это карта города. Тоже очень красивые такие достойные издания. И, соответственно, предметные уже разделы, астрономические карты, геологические, исторические, общегеографические, экономические и так далее. То есть их можно, их можно, они открываются, вот как вы видите, такими небольшими иконочками, но это все открывается в большом масштабе, более того, их можно скачивать. Вы можете скачать и показывать даже оффлайн. Как онлайн, так и оффлайн. То есть уже вне зависимости от сайта. Еще один наш раздел – это тесты. Тесты у нас представлены, две большие группы тестов. Это тесты для школьников при подготовке к ЕГЭ и тесты для учителей, как мы их назвали, для повышения квалификации учителя. Для школьников представлены тесты по всем основным дисциплинам. По каждой дисциплине составлено более 400 тестовых заданий. Это, конечно, очень много. Поэтому они тоже разделены на тематические блоки. Вот, например, перед вами на слайде тестовые задания по истории. И в зависимости от того, какой раздел изучается, вы ставите галочку, выбираете этот раздел и можете пройти тестовые задания именно по этому разделу или по нескольким, как вы сами выберете. Тестовые задания вы можете проходить в трех режимах. Режим обучения, режим тестирования и режим экзамена. Самый простой, самый свободный – это режим обучения, конечно. Здесь вы не ограничены по времени. Все вопросы вам постепенно, последовательно доступны. И путем перебора вы можете найти правильный ответ. Если сразу он не открывается. То есть здесь вы именно в режиме обучения, спокойно и неспешно. Дальше же режим тестирования. Здесь вы уже ограничены временем. Вам дается 15 минут. И нужно за это время пройти, ответить максимальное количество вопросов. Ну и режим экзамена еще более строгий. Там дается всего 10 минут. Все результаты вашего тестирования в этих режимах сохраняются, выводятся в отдельные таблицы. Вы с ними всегда можете к ним обратиться. Неважно, когда вы проходили этот тест. То есть результаты будут храниться. Достаточно зайти на сайт под своими паролями. Паролем и логином. И последний раздел наших обучающих мультимедиа это тренажеры. В нашем каталоге более 100 тренажеров по разным учебным дисциплинам. В том числе есть и тренажеры для подготовки к ЕГЭ. Чем отличаются тренажеры от других видов мультимедиа? Тренажеры это специальная программа. Ее достаточно скачать один раз и далее разместить на необходимом количестве компьютеров для всех учеников. То есть у нас есть такое вот ограничение, что тренажеры доступны прежде всего для корневого пользователя, как мы называем. То есть, например, для библиотекаря. Соответственно, или учитель-предметник, или библиотекарь скачивает этот тренажер один раз и дальше уже может раздать ученикам и, соответственно, пользоваться этой программой. То есть это программа, которая работает оффлайн. Она не привязана непосредственно к нашему сайту. Смотрите, я на ваши вопросы сразу. Можно ли получить на почту данный вебинар? Да, конечно, он будет представлен у нас. Этот вебинар записан и представлен, где все вебинары директ-медиа и, соответственно, там можете в любой момент подключиться и смотреть. Ну, да, ну, в принципе, тот же вопрос. Следующий раздел в нашем каталоге это издательские коллекции и тематические коллекции. Это два последних раздела. Если вы смотрите, слева оранжевое наш меню, да, каталог оранжевый. Ну, особый такой продукт издательские коллекции. Они действительно отличаются от любого другого контента в библиошколе, поэтому о них следует сказать особо. За последнее время в библиошколе существенно расширилось число именно издательских коллекций. Вот слева на слайде вы видите их перечень. Вот так складывается как бы наша современная ситуация на книжном рынке, что издательства предпочитают представлять свои издания именно целостно, как своя вот такая личная издательская коллекция. То есть книги не распределяются по общему каталогу, а собраны вот отдельно. И самый такой важный момент это то, что именно этот раздел издательские коллекции, он не входит в базовую подписку к библиошколе. То есть вот все остальные разделы оранжевого каталога обучающей мультимедии это все доступно. А издательские коллекции к ним нужно отдельно подписываться за дополнительную плату. Дело в том, что здесь такая политика у издательств, что когда учреждение школы, например, подписывается целиком, то стоимость каждой отдельной книги получается достаточно низкой. но на самом деле вы можете подписываться как на издательскую коллекцию целиком, так и по книжно. То есть школа может выбрать конкретный перечень учебников, к которым вы хотите получить доступ и подписаться, оплатить подписку именно к этим учебникам. То есть как по книжно, так и целиком. Ну здесь немножко вот еще раз стоимость книг будет немножко отличаться. Дальше особо следует сказать, что здесь в издательских коллекциях вы можете увидеть, например, если вы подпишетесь, как обычные книги, то есть в формате PDF, так и особые новые современные формы ЭФУ. Это электронная форма учебника. Они следует сказать особо. Вот у нас представлено таких три коллекции именно электронная форма учебника. ЭФУ это коллекция Пирсон, русское слово и просвещение. Что такое ЭФУ и чем эта книга будет отличаться от любой другой? Дело в том, что сами издательства, русское слово, просвещение сами разрабатывают программную оболочку и только в ней может открыться их учебник. Эти электронные издания становятся доступны на персональных устройствах после установки вот этого несложного программного обеспечения. Ну, видимо, цель основная в том, чтобы когда-то в будущем когда-то в будущем эти учебники, множество, точнее, множество бумажных книжных учебников, которые носит в портфеле каждый школьник, должно заменить одно персональное электронное устройство, планшет, ноутбук, в который и будут загружаться все необходимые пособия. Они будут доступны в любое время и дома, и в школе, но именно на персональном устройстве. Надо сказать, что эти программные оболочки достаточно удобны. То есть, например, если в книжном издании мы видим с вами маленькую картинку, то в F эта маленькая картинка превращается в большую красочную фотографию. Внутри этих электронных учебников уже может ребенок, например, заполнять кроссфорд, что-то вписывать какие-то ответы. То есть, это такой интерактивный учебник уже получается. И, конечно, для современных школьников такие учебники будут достаточно интересны. Образовательные учреждения вправе сформировать свой комплект тех учебников, лицензии, которых он будет приобретать для учеников. Но, на самом деле, издательства предлагают не только учебники в такой форме, но и у них есть видео лекции, тренажеры, справочники, словари. И также, собственно, эти ЭФУ, они доступны и физическим лицам, то есть, родители или своего ребенка могут сами покупать такие электронные учебники. Здесь важно понимать общий принцип при приобретении таких изданий, что покупается одна лицензия на одно устройство. Вот это общий принцип. Одна лицензия на одно устройство. То есть, если в классе, например, 20 учеников, нужно приобрести 20 лицензий на данный учебник, и затем каждому ученику персонально загружается эта программная оболочка. Одна лицензия на одно устройство. Мы являемся официальными дистрибьюторами издательства просвещения и русское слово. Наши специалисты помогут учителям и библиотекарям сориентироваться в этом новом поле учебной деятельности и стать проводниками, надежными проводниками в мире электронной литературы. Чтобы вам, как пользователям, было интересно работать именно с нами, а не напрямую с издательствами, мы имеем возможность продавать лицензии на ряд книг по сниженной цене. Вот такое вот условие. приятное. также я должна уточнить и обратить ваше внимание, что у нас на сайте одно и то же издательство может быть представлено как и в базовой подписке, так и как отдельная издательская коллекция. Вот, например, учебники издательства очень известного в нашей стране, да, это русское слово. На страницах школьного портала представлено более 600 изданий учебной и методической литературе этого ведущего издательства России русское слово. Так вот, из этих 600 изданий 450 изданий входят в базовую подписку к библиошколе и сразу становятся вам доступны для чтения после подписки к нашему порталу. А другая часть издания, она как раз представляет собой вот такую издательскую коллекцию, где представлены ЭФУ электронной формы учебников, которые приобретаются уже за по дополнительной подписке и требуют установления вот своей программной оболочки. В библиошколе представлено все разнообразие жанров школьной литературы русского слова, это и учебники, и методические пособия, и методические рекомендации, рабочие программы, практикум и другая развивающая литература. Следующий раздел, который мы поговорим, это тематические коллекции. Тематические коллекции это продукт собственно нашего издательства, то есть это все входит в базовую подписку, все это доступно сразу, как и все остальные разделы, кроме издательских коллекции. Тематические коллекции это целостные систематизированные подборки научной, научно-популярной и художественной литературы по разнообразным и интересным проблемам. У нас на сайте представлено более 60 таких тематических коллекций, а это значит, что более 2000 книг систематизированы в такие тематические подборки по самым разным дисциплинам, как естественно научным, так и гуманитарным. И перечень и состав тематических коллекций регулярно пополняется. В состав тематических коллекций могут входить и 20 книг, и 50, и даже 100 книг. Все это зависит от широты тематики самой коллекции. В таких коллекциях мы стараемся осветить различные подходы к раскрытию и решению тех или иных познавательных проблем, показать разные точки зрения, например, исторические события, дать экскурсы в прошлое, где выявляются причины происходящих событий, а также и в будущее, чтобы увидеть последствия, показать значимости тех или иных явлений для общества. Позвольте представить вам некоторые наши тематические коллекции. но прежде всего они разделены на пять таких мега разделов. На слайде наше оранжевое меню, внизу вы видите шесть разделов тематических коллекций. Это естественные науки, история, литература, мировая художественная культура, мировые религии и общество знания. Наши тематические коллекции это своего рода фокусы различных познавательных интересов. На тематические коллекции вы можете также выйти не только из каталога, но даже и от страницы той или иной книги. Если данная книга входит в ту или иную тематическую коллекцию, то об этом обязательно будет информация справа от обложки книги. Вы видите, вот книга Жанна Дарк, она входит в коллекцию «Доблесть и честь рыцарей и мушкетеры золотая коллекция». Если вы прям со страницы книги нажмете на название этой коллекции, то вы сразу перейдете на страницу самой коллекции. Соответственно, вы видите здесь аннотацию краткую и идет перечень книг, которые были включены в эту коллекцию. Несколько слов о коллекциях по литературе. В библиошколе их представлено 18 коллекций. Перед вами их общие такие обложки. Например, коллекция «Лучшие сказки мира». В эту коллекцию мы постарались выбрать все лучшее. «Лучшие авторы», «Лучшие сказки», «Лучшие переводчики». Коллекция включает в себя более тысячи сказок народов мира. Здесь вы сможете найти как народные сказки, так и авторские, а также легенды, мифы, былины. Наряду с произведениями писателей, чьи сказки пользуются любовью детей и взрослых во всем мире, Пушкина, Андерсона, Киплинга, Гоффмана, Гауфа, Бажены, Немцовой, в коллекции включены также сказки писателей незаслуженно забытых, но чьи произведения выдержали испытания времени Дорошевича, Сомова, Попова, Вагнера. Из произведений великих писателей, например, Киплинга, мы включили не только полные тексты его знаменитых первый и второй книг «Джунглей», рассказывающих о приключениях Маугли, но и его блистательные сказания «Старая Англия» о великанах, рыцарях, волшебниках. В это же собрание входят сборники русские народные сказки, японские народные сказки, украинские сборник сказки народов мира. То есть вот одна коллекция уже дает такой широкий выбор и, соответственно, помогает сориентироваться найти нужные сказки, нужные книги. Еще одна коллекция, например, это коллекция «Приключения на суше и на море золотая коллекция». Сюда входят произведения, рассказывающие, описывающие, захватывающие приключения на суше и на море, рассказанные крупнейшими, талантливейшими писателями. здесь и удивительные таинственные страны, и народы с их традициями, и обычаями, и приключения, и подвиги. Это, например, такие произведения, как «Последний из магикан», «Маленькие дикари», «Джек восьмеркин американец», «Охотники за каучуком» и многие другие. То есть такого рода литература, она интересна, скажем, в подростковом возрасте. И такая коллекция, она помогает ребенку сориентироваться в море литературы. Если ему интересна книга «Последний из магикан», соответственно, он может найти подобную литературу и тоже с большим удовольствием ее прочитает. Также у нас есть коллекции, в которых систематизирована мемуарная и биографическая литература. Мемуары и автобиографии очень интересный источник, важный источник наших исторических и культурологических познаний. Они охватывают максимально широкое поле жизни, знакомят с культурой, повседневностью, менталитетом прошлых эпох. И вот у нас представлены отдельные коллекции мемуары государственных деятелей, мемуары ученых, путешественников. И вот кому что интересно, соответственно, могут познакомиться с такой вот мемуарной литературы уже в собранных коллекциях. Также у нас на сайте представлено 14 тематических коллекций по истории России. Например, коллекция «История России в классических фолиантах». Это собрание фундаментальных многотомных трудов по истории России. В коллекции представлены как классические обзорные работы по всей русской истории из древнейших времен, так и отдельные книги, монографии, посвященные тем или иным сложным и драматическим страницам российской истории. Среди авторов книг основоположники русско-исторической мысли Иловайский, Ломоносов, Погодин, Покровский и многие другие. Еще одна коллекция древности российского государства. Это великолепное иллюстрированное раритетное многотомное издание. Оно было составлено и опубликовано очень давно по повелению императора Николая I еще в середине XIX века. Но издание очень красиво, богато иллюстрировано. Оно включает 6 там отдельных томов и плюс 508 хромолитографированных таблиц с изображением предметов древнерусского искусства, собранных в отдельные тома иллюстраций. Эти прекрасные иллюстрации выполнены талантливым художником, археологом, академиком исторической портретной живописи Федором Григорьевичем Солнцевым. И здесь вы сможете увидеть изображение государственной символики, оружия, костюмов великокняжеского, боярского, царского, памятники зодчества и многие другие иллюстрации. Следующие наши коллекции отдельные коллекции например о Первой мировой войне, о Второй мировой войне, коллекции «Последние дни императорской семьи». Сюда включены произведения выдающихся историков и выдающихся историков, политологов, писателей, произведения, раскрывающие тайные загадки исторических событий, личности правителей. Обязательным условием включения в коллекцию того или иного произведения был высокий уровень исследования, авторитет и талант автора. Каждая книга это самостоятельная авторская концепция, своя система фактов и аргументов. И конечно все это обогатит познание тех, кому интересна та или иная историческая проблема. Также у нас на сайте представлены коллекции, это собрание сочинений наших выдающихся отечественных историков Карамзина, Костомарова, Соловьева, Ключевского, Сахарова. Это отдельные собрания сочинений. Ну вот еще коллекция, это уже естественно научная классика. Здесь у нас тоже несколько коллекций. Вот коллекция, например, классики науки. Она объединяет труды выдающихся ученых, математиков, физиков, астрономов, биологов, химиков. Эти книги были изданы в рамках двух книжных серий классики естествознания и классики науки. Они издавались еще в советское время. Дело в том, что именно в рамках этих серий впервые в нашей стране изданы многие классические работы известных ученых. Инициатором создания их в свое время был президент Академии наук Академик Сергей Иванович Вавилов. Сюда в этих коллекциях вы можете найти фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых с древних времен до середины XX века. И Архимеда, Аристотеля, Галилея, Гюйгенса, Декарта, Лобачевского, Циолковского, Фарадея, Менделеева, Тимирязева и многих других. Знакомство с трудами великих ученых раскроет перед читателем масштабную панораму истории мировой науки. Коллекция математика в лекциях и задачах. Ее также составили книги из нескольких серий в свое время выходивших. Это книжные серии, популярные лекции по математике, библиотека математического кружка, математическая библиотека и несколько еще других серий. То есть это книги по математике написаны ведущими советскими учеными и педагогами. По этим книгам училось не одно поколение математиков, отечественных математиков. Доступность изложения, увлекательность и логичность рассуждений, обширный круг задач и примеров из разных областей применения математических законов делают эту литературу интересной и актуальной и в наше время. Эта коллекция предназначена прежде всего для школьников старших классов. Вот еще коллекции тоже из этого раздела естествознания. Это коллекции, куда вошли книги, объединенные особенностью формы изложения. Они написаны исключительно занимательно и увлекательно. Авторы этих книг выдающиеся популяризаторы науки и педагоги. Занимательные науки здесь в состав входят книги, названия которых даже уже часто присутствует слово занимательное. Занимательная генетика, занимательная биология и так далее. Головоломки для детей и взрослых этой коллекции составили книги с головоломками, ребусами, занимательными задачами по математике и геометрии. Ну и еще несколько наших коллекций уже по мировой художественной культуре. Вот перед вами наши на этом слайде и на следующем покажу совместные наши проекты нашего издательства Директ Медиа с Комсомольской правдой. Может быть вы помните выходили замечательные серии альбомов «Великие художники», «Великие музеи мира», «Путешествую с удовольствием». Вот как раз эти альбомы разрабатывались и издавались нашим издательством Директ Медиа по заказу Комсомольской правды. Вот «Великие художники». Эти альбомы представлены в библиотеке. Каждый из альбомов посвящен жизни и творчеству выдающегося художника. Это Айвазовский, Брилов, Васнецов, Левитан, Репин, Рерих, Суриков, Серов и многие другие художники. Еще одна коллекция «Внутри альбома» получается это же именно альбом, то есть там прекрасные иллюстрации, каждый альбом содержит более 50 иллюстраций и, конечно, текст. Это биография художника, история создания бессмертных шедевров и исследование стилистических особенностей, техники исполнения того или иного шедевра. еще один проект это «Великие музеи мира». Каждый альбом рассказывает о конкретном музее или картинной галереи. В альбомах представлена история музейной коллекции, показаны ее шедевры. Таким образом, такие вот альбомы, прекрасные издания знакомят с классическими лучшими образцами мировой культуры. И последняя коллекция, о которых я расскажу, это, например, коллекция, так мы ее назвали, «Музыкальная шкатулка». Это нотные издания, здесь собранные для трех музыкальных инструментов – скрипка, флейта, фортепиано. Коллекция объединяет высокохудожественные образцы творчества западных и русских композиторов XVII-XX веков, заслуженно считающиеся золотым фондом педагогического репертуара музыкальной школы. В книгах собраны музыкальные произведения разных стилей и эпох барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, музыки XX века. То есть, открывая такое издание, вы увидите как раз партитуру самого произведения. Соответственно, вы можете скачать ту или иную страницу книги и дальше заниматься. Ну вот, наверное, на этом я закончу, тем более, что мы немножечко припоздали сначала. Спасибо большое вам за внимание. Вот на слайде вы видите наши контактные данные. и также я хочу обратиться к вам с просьбой и напомнить вам, какую большую роль играют библиотекари и учителя в школе, когда служат своего рода мостиком между учениками и, скажем, таким школьным ресурсом, достаточно богатым, объемным. Дело в том, что мало просто дать например, ученику логин и пароль, а нужно именно помочь ему понять полезность этого портала, как-то напомнить ему, поощрять знакомство и самостоятельное освоение таких многообразных ресурсов. Вы видите здесь не только книги, аудиокниги, карты и так далее. Вот это очень важно и здесь, конечно, большую роль играете вы, как контактное лицо между нами, библиотекой и учениками, нашими юными читателями. Спасибо.